Девушки отдыхают Их схватка доросла даже до уровня Олимпиад и чемпионатов мира Эксперты все чаще говорят, что мы живем в эпоху Сида и Ови А началось все в 2005 году Когда после локаута в НХЛ появились две молодые звезды Потрясающий канадец Сидни Кросби Первый номер драфта 2005 И талантливый русский Александр Овечкин Первый номер драфта 2004 Который прилетел прямо из Динамо, завоевав Кубок Суперлиги Уже в первом матче против Коламбуса Овечкин не только сделал дубль Ноэ применил такой хит против соперника, что вышиб им заградительное стекло Отличная визитка для парня Который сразу стал одним из лучших силовых форвардов лиги Кросби тоже не отставал В первом же сезоне установил командные рекорды Питтсбурга для новичков По набранным очкам 102 и голевым передачам 63 Обогнав даже Марио Лемье Но Овечкин был лучше во всем И в статистике, и в зрелищности Его январская шайба в ворота Феникса И сейчас считается самым красивым голом НХЛ в 21 веке Саша упал на лед, летя к воротам на большой скорости Но успел перевернуться, обвести клюшку вокруг головы И смог одной рукой с нулевого угла отправить шайбу в сетку Овечкин завоевал Колдер Трофе как лучший новичок лиги 124 из 129 экспертов поставили его на первое место Сидни Кросби ушел в тень россиянина Которому уже дали прозвище Александр Великий В следующие пять лет Овечкин собрал кучу индивидуальных призов От лучшего бомбардира и снайпера До самого ценного игрока НХЛ Статистика была такой умопомрачительной Что даже Уэйн Грецкий признавал Этот парень однажды побьет мои рекорды Сидни Кросби тоже играл хорошо И в одном обошел Овечкина Если Вашингтон считался театром одного актера То Питтсбург через несколько лет стал крепкой командой А в 2009 году завоевал Кубок Стэнли Продолжение следует... Командные победы Вот чего нету Овечкина Вот что есть у Кросби Сборная Канады с его участием обыгрывала Россию еще на молодежном чемпионате мира 2005 года И после того разгрома со счетом 1-6 Саша плакал как ребенок Да он и был пацаном Спустя пять лет возмужавшие и окрепшие Ови и Сид встретились в Ванкувере За месяц до Олимпиады генеральный менеджер кленовых листьев Стив Айзерман Сказал прямо Россия главный фаворит турнира Ведь у нас нет такого фантастического игрока как Овечкин Но это оказалось коварной лестью Сборная России не настроилась на четвертьфинал с Канадой И получила один из мощнейших ударов в своей истории 3-7 Они выскочили на нас как гориллы из клетки Сказал вратарь Илья Брызгалов О том кошмар Сидни Кросби забил золотой гол Олимпиады Отправив в овертайме шайбу в ворота сборной США И доказал, что нет в мире лучших хоккеистов Король занял свой трон Дальше с Александром Великим случилось то, что все называют Ванкуверским кризисом Его статистика упала Чемпионат мира 2011 года в Словакии был провален Там Саша не набрал ни одного очка Даже в России, которая обожала своего героя и была готова носить на руках Началась критика А Вашингтон возглавил тренер Дейл Хантер Похожий на старого солдафона Он начал ставить Овечкина в третье звено Отправлять его в оборону Игра Саши померкла И он сам заскучал Кросби тоже переживал тяжелый период Когда в зимней классике Получил локтем в голову от рабочей лошадки Вашингтона Дэвида Стекела Тяжелейшее сотрясение мозга привело к тому, что Сид пропустил полтора сезона На его карьере тоже были готовы поставить крест А в НХЛ начали думать Какие игроки станут новой афишей лиги? Где они, эти герои? Но величие не измерить очками, голами, секундами Это характер Сила воли Умение встать с колен, когда всем кажется, что ты побежден Александр Овечкин сумел вернуть свою игру Помогли тренеры Адам Оутс в Вашингтоне Научил его более универсальному хоккею Зинатулабеля Леддинов пригласил в сборную Билл работал со мной еще в Динамо Взял щенком и научил всему в этой жизни Говорил Овечкина наставники С которым завоевал золото чемпионата мира 2012 года А потом был новый удар Олимпиада в Сочи 1-3 В четвертьфинале с финнами Унылая игра сборной России Овечкин и Малкин в одной тройке Тогда все заговорили, что двум медведям тесно в одной берлоге Сидни Кросби тоже не блистал Да и сборная Канады строго играла в обороне Но малыш Сид забил гол в финале со шведами 3-0 Завоевав свое второе золото Олимпиады Так Овечкин с Кросби и идут по жизни Сид собирает командные призы Его сборная кленовых листьев выиграла золото чемпионата мира 2015 Кросби скромный канадский парень Который дает правильное интервью И не выставляет на показ личную жизнь Саша Овечкин выиграл уже три чемпионата мира Но считает себя счастливым человеком лишь на 90% Ведь у меня нет Кубка Стэнли и золота Олимпиады Зато есть куча побитых рекордов и образ крутого рок-н-ролльщика В которого влюблены многие болельщицы мира Овечкин и сам любвеобилен О его романах можно снимать бразильские сериалы На днях на официальном сайте НХЛ появилась громадная статья Овечкин против Кросби уже 10 лет Что дальше? Да, приходят новые герои В этом сезоне в лиге появились канадец Конор Макдэвид И американец Джей Кайкел Выстрелили россияне Евгений Кузнецов, Артемий Панарин Стал топ-звездой Владимир Тарасенко Но начало нулевых в хоккее Мы все равно будем воспринимать как эпоху Овечкина и Кросби Саше всего 30 лет Кросби вообще 28 Они могут зажигать еще сезонов 10 Какие их годы? Благодарим за внимание Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов Специально для Оспорте ТВ Главный спортивный канал Рунета Главный спортивный канал Рунета